Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 октября. Вот только что я показывала, как я утром собирала вот эти перцы на улице. И я хотела, конечно, наспех просто показать, что действительно они сохранились в агро-щите. Все. Там еще, видели, собака мне мешала, она у меня отобирает эти перцы. Холодно, рука замерзла, снимала видео. И я хотела просто вот такое ускоренное, прыг-скок и все отделаться. Но потом, когда я принесла сюда, их вот вымыла, разложила на стол. Я же говорила, что я буду их фаршировать, решила в долгий ящик не откладывать. Думаю, сделаю сегодня, пока свежие, пока они не залежалые. Сразу сделаю перцы фаршированные. И для этого же нужно их, конечно, помыть. Там-то они были грязные и мне было не до эстетического вот такого вот любования. А здесь я когда разложила, когда увидела, какие они красивые. А тем более во время мытья, когда я их мыла, я поняла, что перцы идеальные. Смотрите, на них никаких болячек, на них никаких вообще укусов, насекомых, вредителей. Обычно, когда мы оставляем долго осенью, вот в прошлом году была такая проблема. У нас эти, кто они, вот кусают-то сильно. Как улитки такие присасываются. А, слизни. У нас слизни сильно в том году обгрызли все последние, вот, ну, поздние урожаи. А в этом году, потому что холодно, потому что ночные минусовые, и днем 0, там, плюс 1, плюс 2. Это очень мало. Они, вероятно, уже все куда-то в спячку ушли, ну, потому что снег лежал 3 дня, не таял. И я когда увидела, какие они красивые, для меня действительно, вот, агрошит стал еще одним открытием. Мне вот очень понравилось в Уральской теплице, до сих пор там козула висит, спеет, хотя все снегом уже было завалено. И вот эти перчины такие, я решила вам более подробно показать, рассказать. Сейчас я продегустирую, я откушу, попробую, скажу, какие на вкус зеленые, какие на вкус спелые. Но самое главное, что до минусовых стойких температур, когда сильно плюсов у нас уже нет. У нас снег не растаивал, вот этот снежный покров, может быть, он будет и временный, но и сегодня идет снег. Ну, короче, мы на грани. И я не думала, что при таких температурах способны растения жить. А они не просто там выживали, они еще набрали вес. Сейчас вот свешим. Они еще поспели. И я меня это все заинтересовала, я ради интереса пересмотрела видео, которое снимала, когда я вот сняла весь урожай и сказала, оставлю там только зеленые плоды. Ну, типа, чтобы посмотреть, выживут они, не выживут, мороз ударит, не ударит. И после того, за этот месяц они не просто выжили, они 50% поспели. Остальные, какие не поспели, те набрали большой вес. Ну и все у них прекрасно. Так вот, меня и удивило, что они не только сохранились. Извиняюсь, камера разрядилась, пришлось к электричеству подключиться. Но они, короче, не только, ну, и сформировались. Они не только сохранились, но они продолжали расти. Вот для меня это было очень удивительно. Потому что я на минусовых температурах перцы никогда не оставляла. А сейчас уже неделю у нас днем, ночью точно минус, а днем то минус, то плюс. И вот глядя на этих красавцев, на этот урожай, который как бы дополнительно с неба упал, если бы я сразу собрала и выдернула их, вот месяц назад ничего этого бы не было. Если подумать обо всем и вспомнить всю историю, вот про этот, про агросчет, то все-таки, скорее всего, вот это количество перцев я получила только за счет агросчета. Весной он мне ничем не помог, потому что высадила поздно, тогда, когда уже можно было высаживать и просто без всяких укрытий. Но осенью сейчас, как вы видите, появилось очень много больших плодов, которых не было. Появилось очень много спелых плодов, и я имею возможность кушать в спелом виде перцы, а не сорванные зелеными на дозаривание. Вы знаете, что перец не весь хорошо дозаривается. Некоторый вот зеленый сорвешь, положишь, он поспеет и будет сочным. Но, скорее всего, перец дрябнет и делается, он цвет приобретает, но он делается каким-то безвкусным. Короче, нет того аромата, нет того вот именно вкуса настоящего вот этого так называемого болгарского перца, как мы его у нас зовем в нашем регионе. Не знаю, может быть, все по-разному зовут. Мы зовем болгарский перец. Теперь я знаю, что вот это укрытие, агрощит, может сохранить перцы при минусовых температурах, но небольших. Минус 3, минус 4 перцы там сохраняются. Ну, все, походила на улице, в горле запершила потом. Если бы мне нужно было, ну, если бы, например, у меня лето было еще короче, еще суровее был бы климат, если бы мне нужно было сохранять их на более продолжительный период при более низких температурах, то я больше, чем уверена, при дополнительном накрытии вот целлофановой пленкой, вот этим полиэтиленом, он бы рос еще дальше. И вот эти перцы там созрели бы и покраснели бы. Просто я ничем этим заниматься не стала, потому что мне, в принципе, и перец уже больше не нужен. Я в этом году наработалась, в этот сезон уже не надо. И ухаживать не хочется, ходить за ним вот так из-под сугробов, например, если нужно урожай. Пойду-ка я отгребу дорожку к перцу, траншею прокопаю среди сугробов и сорву три перчина. Мне этого не нужно. Такой ценой мне перец не нужен. Но для тех людей, у кого нет теплицы стационарной, вот такой, как у нас, например, поликарбонатовый или стеклянный, то вполне возможно перцы можно выращивать и вот в таких парничках, вот как агрощит. И не обязательно это должен быть агрощит. Любое устройство подобное, я думаю, все равно поможет. Многие же делают самодельные. Просто вы, вот для новичков, вы должны иметь в виду, что вот эта белая, как ее, ну, короче, вот этот камерайзефандер какой-то, что ли, он до минус трех, до минус четырех еще может сохранить ваш перец. А если у вас будут показания ниже, то перец или подмерзнет, или нужно сверху накрывать на ночь дополнительно. Или какими-то еще одним слоем, например. Или еще лучше всего полиэтиленом, вот этим целлофановым, ну, отрезком целлофана. Потому что я все-таки за полиэтилен, а не за второе укрытие. Потому что полиэтилен очень хорошо удерживает тепло. Вот когда я в тоннелях был период, когда выращивала рассаду в тоннелях, лучше покрытие полиэтиленового, даже самого тонкого, ничего не сохраняет так тепло. Там создается свой микроклимат, вот этот парниковый эффект, который может сохранить очень-очень долго. Но мне кажется, вот у меня, если бы я оставила, если бы у меня не было такой, ну, боюсь заниматься в холодной, под снегом в огороде, не хочется простывать лишний раз, у нас опять сейчас с коронавирусом ситуация осложнилась. И если бы я оставила еще, например, на неделю, две, на полмесяца, вы видите, они какие перчины, они здоровые, они не вялые, они сучные. Сейчас, кстати, продегустирую специально зеленый и спелый. И если бы я оставила еще на полмесяца температуру, вот когда колеблется ночью минус 2, минус 3, днем 0, плюс 2, то они бы даже дозрели бы эти. Мне прям само интересно, мне кажется, что я сейчас хрустну, и из него сок брызнет, особенно вот из этих. Но мне нужно так попробовать, чтобы их не испортить, чтобы они были пригодны для фарширования. Я их хочу сейчас все зафаршировать. Ой, прелесть вообще. Где тебя укусить, прелесть моя? Какой же вкусный перец, выкопанный из-под снега, который побывал в сугробе. Вот этот Биг Мама прям сладкий, аромат такой перечный. Сейчас зеленый поем. Мне его, если честно, я его даже на фаршировку стала жалко. Он такой вкусный, я его сейчас в свежем виде съем. Не будем мы тебя фаршировать. Так прям сейчас ломтями буду отрезать и есть. Вкус меня что-то очень вдохновил. Снимаешь сок, бежит, смотрите. Мимо рта попала. Ой, какой сочный вкусный. Конечно, таких перцев при дозаривании дома уже не найдешь. Так. А этого, если честно, разрезать даже жалко. В него, если фаршировать, не очень удобно. В него килограмм фарша войдет. И кто его съест? Где тот смельчак, который съест такой огромный фаршированный перец? Смотрите, у него даже семена полностью сформировались. Если бы он сейчас полежал, у меня недели две, можно было бы даже семена собрать. Семена толстые. Такие полно, как... Ну, короче, не пустые, а жизнеспособные. Это значит, что он ввел нормальный образ жизни, что ему там хорошо было. Ну-ка. Ну, вот этот, видите, он тоже начал уже приобретать свой цвет. Это у меня этот, красный крупный смесь сортов. Сочный, перечный такой, специфический вот этот вкус и аромат. Но сладости в нем нет. Вот поэтому я и говорю, что я никогда не люблю есть вот такие зеленые перцы. Вот, например, в салате или где-то. Потому что у них нет вот еще... Вот как вино, оно же свежее сделают, когда молодое. Тоже вкусное. Но пока она не постоит год или два, оно не сформируется. Вот эта вот гармония всех этих вкусов. Рука-то тянется, конечно, за этим перцем покушать. Витамины аж пищат. Ну, все. Короче, мой вывод такой. Если нет у вас нормальной теплицы стационарной, можно вполне применять вот эти все укрытия, парнички. Вот как у меня нынче. Я для томатов приобретала чудо-теплицу, а для перцев вот этот агрощит. Потому что я перцы хотела давно выселить со стационарных теплиц. Но я не решалась, потому что у нас все-таки сибирский регион. И у нас весной могут быть заморозки. И осенью могут быть заморозки. Самодельные строить неохота. Я всю жизнь все из чего-то лепила, из того, что было. В этом году захотелось первый раз как-то цивилизованно, чтобы подошел, полок раз открыл, потом закрыл. Вот сейчас осенью на зиму убрал. У меня вот все, что я на него, какие надежды возлагала, все он оправдал. Вы сами видите, результат налицо. Ой, вот даже с один, с листиком. Вот даже с листиком. Видели наши прогнозы. Вот он, лист живой. Так что можно рискнуть, выращивать, высаживать пораньше. На будущий год высажу пораньше. Высаживать пораньше перец. Вот под такую высажу под агрощит. И посмотрим еще ранние, как ранние заморозки первые. Поможет она или нет. Но весной, я сразу говорю, я буду на это укрытие добавлять еще пленку целлофан. На лето буду убирать. А осенью можно будет прикрыть еще раз. Все, до свидания. Пошла готовить вкусное блюдо. Перцы фаршированные. Мясо. Перец очень люблю. Вкусный. Но вот это вот, вот то, что сегодня произошло, то, что при минусовых температурах, для меня это впервые. И это для меня открытие, что можно в такой холод, подождав неделю, когда сугробы растают, снова пойти и наковырять такого урожая, не отходов, а полноценного, вкусного, сочного, красивого. Для меня это открытие этого года. Вот можно считать, что вот этот агрощит, это действительно открытие этого года. и там, когда идут разговоры, что это все реклама, все его рекламируют. Я показываю только свой результат. Я сразу говорю, что кому-то это вообще нафиг он не нужен. У кого-то есть теплицы, они давно прекрасно выращивают. Кто-то не хочет рано высаживать, чтобы не заморачиваться. Вот с этим открыл, закрыл. Кому-то это еще часть, которой тоже не нужно. Но кто-то, у кого нет теплицы, у кого не позволяет лето, ой, с полным ртом неудобно говорить. Кому не позволяет лето, но кто хочет получить урожай пораньше, вот такие маленькие парнички. Это вот как раз тот самый выход, который некоторые ищут. Все, до свидания.